всем привет с вами комаров виталий и сегодня я с вами хотел бы поговорить о такой вещи как табак я много снял видосов про табак и ко мне стали приходить вопросы какой табак курить какой лучше что не лучше что хуже ну и все такое вот я решил выпустить вот это вот видео и поделиться своими знаниями тем что я думаю об этом ну и начнем значит сразу начнем самосада самосад ребята это не табак да это семейство табака но это не табак он отличается своей легкостью производства табаку на ключе самосад он отличается внешним видом немножечко отличается листы у него другие заготавливается он по-другому то есть самосад вы посадили он у вас вырос листы созрели вы их порубали посушили все готова с табаком такое дело не проходит так вот начнем насчет табака первое что конечно все у нас любители покурить это конечно сигареты магазины чё там пихает в них хрен бы их знает чё только я не слышал то что там и бумага рубленая пропитанной смолой то что производство сигарет делает табак для них делается из морской капусты как ни странно то есть берут вот эту капусту и берут высушивают что-то через вальце прогоняет она становится тоньше опять же пропитывает смолой ну короче делают их из чего чего угодно но только не из табака и всегда добавляет какую-то смолу и который мы потом смолим вот это то что продается в магазинах независимо дешевые сигареты дорогие сигареты все они практически по одной такой линейке идут а что касается табака вот здесь вот уже идет такая тема такая обширная такая они можно говорить часами если вот так вот табачники собираются начинают там друг другу детится мне такое у меня щекой ну еще такой но в общем принцип остается один есть табак дешевый который идет на самокрутке и идет в трубке тоже но чем он отличается от дорогого дешевый табак который стоит до 2000 двух с половиной тысяч рублей за килограмм это выращивается поле целые табака есть такое выражение как средняя созреваемость продукции вот в среднем созревает этот табак и уберут комбайном скашевый и как правило ложат на естественную ферментацию естественно ферментации этот год-два лежит в кипах его постоянно то ли ворочает то ли там поливает то ли еще что-то вот это вот табак дешевый он да лучше чем сигареты но он гораздо хуже того табака который стоит дорого и кстати хочу сказать вредность табака от этого какой он там и как он выращен и что там сделано знаете не убавляется нет разницы что вы курите сигареты и сигарет магазина или же вот этот табак плюс к этому табаку который вы покупаете за полторы за две тысячи за две с половиной тысячи они хорошие да у них есть определенный вкус с вами никто это не поспорит но к этому нужно как говорится машинка для самокрутки раз если вы курите гильзы то это нужны сами гильзы плюс надо машинка тоже самое для сбивания гильз они есть дешевые есть дорогие пожалуйста смолите вот что касается трубок это вообще во первых трубку нужно уметь курить я пробовал курить трубку у меня это дело не пошло я как-то остановилась на самокрутках и на забивание гильз так что сама трубка на тоже стоит денег плюс к ней всякие нужны фильтра всякие всевозможные чистилки фигистилки там еще что-то там такой-то темный лес не хочу я с этим трубками связываться и вот этот табак он который для большинства нас как говорится у кого деньгами тоже не особо так и шикарно это самый такой хороший вариант но вам нужно уделять время на закрутки всего этому то есть это просто так не получится то есть если вы привыкли как говорит сигарета до досталось пачки закурил дальше пошел кончить пошел купил так что не каждому это понравится крутить там что-то забивать мало того вы будете со стороны ощущать всякое такое когда молодой человек увидел что я делаю самокрутку он был так удивлен сказал сейчас же 21 век неужто такую возможно крутить самокрутки вот так а другой мне сказал ты прям как из 90-х тебе вот еще пойти бочки пособирать это вот это вот по закручивать это такие вот сравнения есть такие вот люди есть естественно есть ну люди которым просто-напросто некогда этим заниматься так вот я например вот с утра взял встал там накрутил и назабивал сколько себе надо сигареты без всяких проблем что касается трубкой это еще больше проблем поверьте мне до этого все это процесс кому-то это нравится но это не всем нравится кто-то берет я не спорю кто-то берет просто в трубку в любую сбивает и смолит ничего но на самом деле если это как говорится дымить по-настоящему по хорошему то это целый процесс что касается дорогих табаков они уже как говорится у них качество лучше вкус у них более выраженные за счет чего же вот это все достигается сам табак он имеет стадии зрелости листа то есть сначала созревает нижние листы потом созревают средние листы и потом уже созревает сама макушка и вот из-за того что привлекаются на работу дополнительные люди выходят вот эту сама цена табака она может доходить там я не знаю до 15 20 20 тысяч за килограмм а то и до 40 тысяч за килограмм это очень дорогие такие табаки так вот там берет каждый рабочий вот он идет например плантация табака растет он идет и смотрит чтобы лист определенный какой-то там нижний лист да он например он так я помню он хорошо дымит он хорошо горит вот он созрел он его собрал он положил это все это в одну кучку в определенную да там дальше листы созревает например средний ярус табак вот распределяется на три яруса вот средний ярус это там тоже я точно сейчас не помню там в основном аромат такой уже табак тлеет хуже дымит он хуже но в нем присутствует аромат вот такой вот дальше идет созревает верхняя часть табака это уже как говорится конец сезона и вот эти вот макушки они считаются самыми крепкими что касается взять сорта табака да вот среди этих сортов из одного сорта табака можно сделать табак разного разные разного аромата разной крепости разного вкуса это вот взять один куст из него получится несколько таких вот специфических таких вот всяческих сортов табака это считается шикарно вообще но естественно когда это все это дело собирается потом все это ферментируется но и где-то что-то все равно когда на человека кто-то работает кто-то нибудь где-нибудь халтурит и качество естественно немножко снижается самым лучшим табаком считается ребята это тот который вы вырастите сами ну естественно если вы не косящите во всей этой хрени то есть его мало того вы вырастите собрать его это самое легкое что может быть вообще но сам процесс вот этот в табак нужно от ферментовать то есть он должен быть ферментированный он именно после ферментации он приобретает вот эти вот ароматы вкусы то есть табак вы собрали он у вас выжелчился то есть он из зеленого превратился такой желтоватый цвет табак после этого идет сушка сушка идет не до конца до определенной степени то есть чтобы табачок был такой лист после всего этого его начинает ферментировать ферментирует его при 50 градусах 10 дней то есть за эти 10 дней проходит процесс ферментации и приобретается вот эти вот вкусы там всякие проявляется ореховый вкус проявляется яблочный там всякие всевозможные вкусы могут проявиться в разных в зависимости от сортов табаков и не только самого сорта табака но еще и от того где он выращивается в каком регионе даже вот например два человека да они между собой соседи выращивают один и тот же табак а аромат и вкус у этих табаков будут совершенно разные потому что там один поливает столько-то раз там а другой поливает там чуть ли не каждый день а то и не по два раза в день и это все будет скажут что вкусе табака вот так что я пробовал табак выращивать это штука довольно таки интересный табак получился изумительный ароматный но когда я все листы собрал я первую сигаретку закурил наверно спустя полтора а может быть даже два месяца то есть процесс составила весит где-то помещался в два месяца это время было не дождливы довольно таки сухой то есть табак сок табак ферментировался вот так вот если вам конечно интересно какие табаки лучше курить как что выбрать у меня есть группа в одноклассниках ссылочку в одноклассниках я оставлю в описании и там ну кто люди покупает табак они голосуют за эти табаки и там кто говорит плохой кто говорит хороший у каждого свое мнение так что выбирайте сами ребят если у вас денег не активов как говорится много как у большинства у вас табаки вот до двух двух с половиной тысяч рублей за килограмм это табаки хорошие в своем понимании их курить можно они гораздо лучше чем магазинные сигареты гораздо лучше ну на мой вкус чем самосад самосад он все-таки как-никак когда ты закуришь сосед кто-нибудь скажет что за хрень такой курю что за трава такая вот так вот так что подписывайтесь на мой канал переходите по ссылочке в описании в одноклассники там будет группа как раз для людей которые покупают табаки и голосуют за табак все спасибо до свидания